МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ни в коем случае делать нельзя, а что нужно предпринять в первую очередь. Основы медицинской грамотности. Тема сегодняшней программы в нашей студии врачи-педиатры Юлия и Павел Бережанский. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие телезрители, я напоминаю, что вы не должны оставаться в стороне от нашего разговора. Звоните по телефону прямого эфира 8-495-508-86-84 и задавайте свои вопросы. Ну, Юлия, Павел, ни для кого не секрет, что сейчас каждый сам себе доктор. Горло заболело, залез в интернет, всю информацию нашел, полечился, кому-то, может быть, даже и помогло. Насколько сейчас актуально говорить об основах медицинской грамотности? Ну, медицинская грамотность, термин предложен уже очень давно, в 1979 году. И в себя он включает этот уровень владения знаниями и навыками, которые помогают расти самому, расти своих детей здоровыми. Уже давно доказано, что люди, которые владеют уровнем медицинской грамотности, грамотности выше, ну, среднего, они меньше болеют, меньше госпитализация происходит, меньше обращаются к врачу. И опять же, это все влияет на их качество жизни и качество жизни их семей. Ну, сейчас мы говорим про детей, поэтому, где родители обладают высоким уровнем медицинской грамотности, дети лучше развиваются, лучше растут, ну, и не добиваются лучших результатов. Да и родители, наверное, спокойнее, они знают, что делать с ребенком, если с ним что-то, не да бог, произошло. Конечно, конечно, это вот самое важное, потому что человек, который здоровый, он лучше социально как-то воспринимает действительность, лучше растет культурно, у него лучшие успехи в школе, но это давно заказано. Дети, которые чаще болеют, пропускают школу, пропускают дополнительные занятия. Поэтому вот надо изучать основу медицинской грамотности. Это самый основной, наверное, курс, ну, который и мы начали год назад реализовывать у себя в амбулатории, и стараемся донести вообще в Одинцовском районе, реализовывать его. Расскажите, пожалуйста, как вы это делали в Ершовской амбулатории, правильно я понимаю? Для кого проводили курсы, как это все выглядело? Ну, собирали мам, точнее, информировали жителей, в основном это, безусловно, были мамы, реже бабушки, реже какие-то другие родственники. Ну, соответственно, самые актуальные вопросы обсуждали в плане лекции, потом задавались вопросы, и уже конкретно на каких-то нюансах отрабатывались, вот, скажем так, такие практические примеры. А что такое вообще основная медицинская грамотность? Что туда входит? Это какие-то правила оказания медицинской помощи или более широкий спектр знаний дается? Да. Ну, как я говорил, медицинская грамотность – это знание определенных навыков, ну, как бы и знание в части своего здоровья. Опять же, это очень широкий спектр, начиная от банальных вещей, таких как температура, кашель, проблемы с желудочно-кишечным трактом, до таких моментов, как дисмургия, то есть перевязки, оказание неотложной, экстренной помощи. Ну, это всем всегда может пригодиться, никто от этого не застрахован. Поэтому спектр очень большой. В среднем, наверное, курс включает в себя 20, ну, 20 лекций, 20 занятий. И очень хорошо проходит, когда эти занятия еще практически подкреплены. Но многие, кто посещает занятия, у них свои дети, и практическое применение буквально все находят в течение месяца. Ну, вот, кстати говоря, а вы заметили это практическое применение на своей практике? Результат есть, не всегда он высокий, ну, как ожидаем, потому что, в принципе, я всем, с кем работаю, говорю одно и то же. Слово в слово, повторяю, повторяю, повторяю. Все зависит от родителей, если мама, ну, или любой член семьи, который оказывает помощь ребенку в какой-то либо ситуации, слышит, что я говорю, и запоминает, и адекватно воспринимает эту информацию, тогда, безусловно, в последующем, то есть я один раз сказала, научила, и они справляются. Они уточняют какие-то моменты там, но в целом я только подсказываю что-то. А есть и большинство все-таки, как ни печально, которые не, ну, то есть они вот слышат, но не могут запомнить. Или боятся что-то сделать, и каждый раз одни и те же вопросы, а вот одно и то же, одно и то же. Даже если прошла неделя всего, там была температура, мы обсудили, все сделали, опять заболел через неделю, и опять то же самое. И приходится опять, опять, но я так понимаю, все равно вода камень точит, поэтому когда-то, когда-то больше становится все равно мам и родственников, которые адекватно воспринимают, запоминают информацию, уже реализуют, и другим кому-то подсказывают, соответственно, в нужном контексте какие-то моменты. С одной стороны, сейчас информации очень много, и молодые родители с ней, конечно, сталкиваются, и в бабушке советуют, и во дворах советуют, и друг с другом общаются, и, конечно, в интернет залезают, читают. На самом деле, при этом, часто ли молодые родители допускают какие-то распространенные ошибки, касающиеся здоровья ребенка? Ну, проблема сейчас в том, что ошибок этих, безусловно, очень много, и они достаточно глупые, то есть если вот посмотреть в форме, с чем это связано, основная причина связана с тем, что действительно молодые родители, неважно, какой у них возраст, то есть бывают молодые-молодые, бывают не очень молодые, но впервые ставшие родители. А сейчас все подкреплены, прочитали, проштудировали много медицинской, психологической литературы, то есть имеют очень большой запас информации, но проблема в том, что, как правило, когда касается дела практики, вот не могут они никак приложить. Вот есть информация, есть родитель, есть ребенок, и, как правило, пытаются ребенка всунуть в эту информацию, что неправильно. То есть в каждой конкретной ситуации у каждого свое золотое правило, и только родитель знает это, и только родитель сможет это узнать. Поэтому здесь надо полученную информацию фильтровать, выбирать то, что будет подходить, соответственно, для вашего ребенка. Он уже подскажет все те моменты, которые он примет по уходу, там, не знаю, по купанию, по гулянию, по кормлению. То есть каждый-каждый нюанс можно подобрать, соответственно, вот этот индивидуальный подход родительский. А у нас, как правило, мы ориентируемся на всех подряд, на подруг, на сестер, на бабушек, на дедушек. Как будто у всех один способ, и у всех он обязательно работает. Да, и, как правило, мама не слышит своего вот этого материнского инстинкта, она его настолько заглушает, что очень тяжело вот его именно достать. И моя работа большую часть направлена на то, чтобы я могла маме объяснить, я говорю, вот ваш ребенок, посмотрите на него вот своими глазами, своим мнением, своим опытом и именно своими ощущениями. И у кого это получается достаточно быстро, те понимают, вот, и с этой информацией начинает по-другому, безусловно, работать. Вот, Павел, чаще всего, наверное, девушки занимаются, да, мамы занимаются здоровьем своих детей, и папы почему-то отстранены от этого. Вот, на самом деле, в своей практике часто ли вы встречаетесь с мужчинами, которые пришли с малышами? И вот почему такое несправедливое отношение к папам? Ну, ну, во-первых, как сказать, про медицинскую грамотность. Изначально вот все свои даже вот занятия, курсы мы начали с того, что родители, прежде очередь, это ответственность. Ответственность вообще заключается в том, в плане здоровья это очень сложно воспринять родители, потому что они ответственны за себя, за своего ребенка. Но ответственность это в том, что надо получать, фильтровать информацию. И самое главное ответственность, что надо сделать выбор и результат. Очень сложно, вот, Юлия говорит про это, что они приходят с одним и тем же. Они не могут сделать выбор и точно сказать, да, мы делаем так, у нас это уже было. Поэтому здесь вроде все взрослые, вроде все там начитанные в образование высший нот, принять какое-то решение не хватает, немножко не хватает ответственности. Поэтому мы начинаем, как бы начали эти курсы. И опять же это привыкается к папам. Потому что я активно и рассказываю, и доношу до всех, что надо больше включать пап в лечение, вообще в здоровье детей. Я считаю так, что мамы все равно не очень эмоциональны, взбудоражены, особенно когда ребенок болеет. Очень сложно это. У папы все равно как-то более строго и четко. Сказали делать так, значит делаем так. Он, по сути, вот эту всю энергию мамы немножко блокирует и четко делаем. Раз, два, три. И это работает. И в последнее время понятно, что есть некоторые папы, которые очень ждали детей. Они прямо вот приходят вместо мам, все вопросы это, они начитаны, очень эмоциональны, особенно когда это первый ребенок. Но в последнее время тенденция появилась к тому, что родители стали, точнее папы, стали больше времени проводить вообще с детьми. Стали больше уделять времени маме, потому что здоровье ребенка, ну здоровье мамы, особенно психологическое здоровье, это очень важно. И вот это мы пытаемся донести, и у нас вроде это работает. Но как вы думаете, откуда вот такая родительская неуверенность тотальная в себе? На самом деле и каждый из нас с вами, да, родители, ну не знаю, как вы, я на себе периодически это ощущаю. Действительно, сомневаешься в том или ином действии, а правильно, неправильно. Это вот тот самый излишек знаний, который, к сожалению или к счастью у нас есть, или какие причины этого могут быть? Я думаю, что все-таки это вот переизбытка информации. То есть сейчас вот это все льется таким потоком, у тебя нет этого запроса. Ты как бы живешь, но отовсюду. Интернет, там, телевидение, еще что-то, еще что-то. Где-то ты с кем не сталкиваешься, самый обсуждаемый вопрос, это, безусловно, дети, что с ними происходит. И редко это обсуждаются какие-то положительные моменты. В основном это вот рутинные болячки, неприятности, страшные истории из уст-уста, пересказывающиеся и обрастающие такими страшными. Все, что так. И поневоле, если у нас больше всего негатива или еще что-то такого сложное, начинаем это одевать на себя. А когда нет какого-то опыта, безусловно, уверенность отсутствует. То есть это логично. Это взять даже ребенка, школьника, ну, в общем, неважно любого человека, когда у него мало положительного опыта, и неоткуда взять этот пример, безусловно, тогда мы начинаем теряться и вот хвататься за ниточки, там подернули, там, 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 тут попробовали. И, безусловно, растерянность это только нарастает. И уверенности это не прибавляется. Но, тем не менее, все мы хотим, чтобы наши дети росли здоровыми. Есть какие-то основные правила, которые родители должны соблюдать, чтобы ребенок рос благополучно? Ну, можно я, наверное, скажу. Тоже много раз мне задавали этот вопрос. Я, наверное, когда начинала работать, я на него по-другому отвечала и по-другому думала. Но вот сейчас, опять же, растя своего третьего ребенка, я понимаю, что самое, наверное, золотое главное правило – это не мешать. То есть сейчас у родителей такая активность бешеная, что они не дают ребенку нормально развиваться в нормальных условиях физических, психологических, климатических, неважно в каких. То есть с самого рождения создаются какие-то искусственные. То есть там температура такая-то, 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 в общем, все как-то вымеряется, все подгадывается там или еще что-то. И поэтому вот в плане третьего ребенка я его практически не трогаю. И если сравнивать, она у нас самый здоровый ребенок во всех отношениях. То есть она сама все научилась делать. Она сама психологически она более развита. То есть она учится, глядя, во-первых, на других детей, а во-вторых, безусловно, и меньше всего времени достается, так как пока со всеми тут. И получается, она растет в естественной среде. То есть я ей не мешаю, ей никто не мешает брать то, что она должна брать от природы. То есть назовем это так. Поэтому я вот сейчас это активно всем рассказываю. То есть не навредить, главный принцип, вредят обычно активностью действий каких-то. То есть когда паника, когда что-то, мы боимся не того, чего надо. То есть мы совершаем какие-то действия, которые могут, наоборот, вызвать вред. И не всегда задаемся вопросом, вот я делаю это сейчас, для чего я делаю, и что будет, каков будет результат завтра, послезавтра или еще когда-то. А вот эти условия, в которых растет ребенок, они должны быть какими? Полы должны быть стерильные, окна открыты нараспашку, или наоборот, окна закрыты, а полы, микробы, ничего, иммунитет будет крепче. Ну, уже давно доказали, что ребенок должен вести в относительной грязи. Ну, то есть в хорошем смысле этого слова. То есть, безусловно, это должно быть хорошо проветриваемое помещение, но это не должно быть стерильность. Стерильность убивает все. Там, где нет микробов, бактерий, вирусов, там нет иммунитета. Поэтому, как живут цыгане? Ну, это самая здоровая нация, если можно назвать ее нацией. Ребенок всегда при маме, но он всегда в непонятно каких условиях. И крайне редко они чем-то болеют, с учетом того, что они не прививаются, и с учетом того, что они не обращаются, ни за диспансеризацией, ни еще зачем. То есть, в три года у них сформированная личность, которая отпустила маму, пошла зарабатывать себе на жизнь. То есть, это, ну, может, не очень кому-то приятный пример, там, или как-то для подражания. Но если посмотреть абстрактно принципы их воспитания, принципы их жизни, то вот он показывает все моменты здорового воспитания, образа жизни. То есть, главное, без фанатизма. И грубо, да, да. Потому что у нас, мы сейчас, все родители борются за какой-то материальный достаток. Ну, то есть, чтобы ребенка должно быть все лучшее, все самое дорогое. А 80% вещей и услуг, которые делаются, они не нужны. То есть, они ребенка не счастливым не делают, не здоровым не делают. Но это, ну, опять же, все борются за какое-то влияние, мнение. И окружающих больше мы ждем, нежели чем ответа внутри себя. Поэтому это такое, ну, как показательное выступление на публику. Поэтому, кто это понимает, тот на это не реагирует. То есть, надо смотреть на какие-то внешние факторы. Говорят, ваша семья, ваш ребенок. Вот, вы с вами знаете ответ, ваш ребенок вам подскажет. Только на него посмотрите, а не на окружающих. Ну, к сожалению, действительно, сейчас такая гонка потребителей, наверное, если можно так сказать. Мы все стремимся за чем-то таким внешним, напускным, что не всегда важно. На самом деле, основу медицинской грамотности родителям начинают преподавать еще в роддоме. Правда, только тем, кто сам изъявил желание и посетил день открытых дверей медицинского учреждения. О чем там рассказывают будущим мамам и папам в репортаже Марии Шматковой. Каждый понедельник в 11 часов утра двери Одинцовского роддома открываются для будущих родителей. Мамы и папы могут посетить больницу, посмотреть, как все устроено, познакомиться с врачами, узнать о новых методах и технологиях. Для будущих мам и беременных Одинцовский родильный дом может предложить практически полный спектр медицинских услуг, связанных с укушерством. Одинцовский родильный дом активно развивается, появляются новые направления. Особый интерес у посетителей к партнерским родам. Многие отцы хотят быть рядом с супругой во время появления на свет малыша. Для этого в роддоме создано отделение, где пара находится вместе. Это услуга бесплатная в рамках ОМС. Для того, чтобы рожать вместе, будущему папе необходимо сдать ряд анализов и вместе с женой приехать в роддом. Супруга изъявила желание, я ее поддерживаю. То есть, чтобы самому как-то более спокойно чувствовать, что в контролируемых условиях. Планируем, по крайней мере, посмотрим, как получится. Будете рожать вместе? Да. Во время беременности у женщины возникают разные опасения. Особенно им подвержены те, кто ребенка ждет впервые. На таких встречах врачи развеивают все страхи и помогают настроиться будущим мамам на позитивный лад. Мне кажется, здесь достаточно современно и чисто. Вот это мне понравилось. И очень большой спектр и платных услуг, и бесплатных. Ну, то есть, как бы, в ногу со временем. Не совсем такое все. Не прошлый век. Одинцовский родильный дом – один из лучших в Подмосковье. Здесь созданы все условия не только для мам, но и малышей. Работает отделение патологии новорожденных. Двери роддома открыты для всех рожениц. В прямом эфире телекомпания «Одинцова» программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорим об основах медицинской грамотности. У нас в гостях доктора Павел и Юлия Бережанский. Телефон прямого эфира 8495 508 86 84. В самом начале программы я сказала, что сезон простуд, наверное, можно считать открытым. Вот не знаю, доктора подтвердят или опровергнут. Как сейчас дела обстоят с заболеваемостью? Ну, безусловно, когда дети начинают посещать школу, посещать детские коллективы, все возвращаются с путешествий в детские сады, все начинают общаться, делиться новыми приобретенными бактериями, вирусами, заболеваемость немножко поднимается. Ну, по сравнению с летним сезоном. Но о том, что сейчас высокий уровень заболеваемости ОРВИ, как бы говорить еще рано, но она есть. Она поднялась по сравнению с летом. Такие самые распространенные детские недуги – это какие? Кашель, насморк? Что еще можно сюда отнести? Ну, здесь как бы начать надо, наверное, с того, что когда ребенок рождается, по сути, он рождается как чистая книга. И пока он растет, он заполняет эту книгу и психологически, и эмоционально. Вот вы сейчас говорите то, что всех родителей очень пугает. И какими-то болезнями, потому что когда ребенок вырос, по сути, ну, основная часть книги заполнена и обязательно должна быть заполнена болезнями. Это самое важное. И тут надо понять, что в каждом возрасте, ну, и в каждом коллективе, семье и так далее, в определенном возрасте есть определенные болезни, которые чаще свойственны. Опять же, если в семье один ребенок, он все время растет, это одни заболевания. Если в семье много детей, то всегда старшие приносят какие-то болячки с садиков, со школы и так далее. Поэтому основное, конечно, надо понять вот это. Но обычно каждые родители, ну, и на наших занятиях объясняем, что, ну, они все это знают, чем чаще будет болеть и так далее. Обычно первый ребенок до года, ну, ОРВИ болеет редко. А когда это уже второй, третий ребенок, то ОРВИ хватает в разы чаще. Ну, основные симптомы, наверное, основные, ну, опять же, это назвать, наверное, симптомами, это не болезни. Это симптомы болезни. Это кашель, расстройство желудочно-кишечного тракта, насморк, ну, и температура. Обычно это все всегда родители и пугает. Вот, кстати, прежде чем мы поговорим, что делать, если вдруг какие-то из этих симптомов обнаружились, очень часто, когда в семье двое детей или более, больного ребенка изолируют в какое-то помещение, ну, чтобы других не заразил. Насколько это эффективно? Ну, опять же, смотреть момент. Смотря, чем заболел ребенок. По сути, у нас, если грубо говорить, есть инфекции, вызванные вирусами, есть то, что вызвано бактериями. Это раз. Основной момент, что вирусы передаются воздушно-капельным путем. Поэтому ребенка как бы изолировать, если в какую-то другую комнату, и комнату постоянно проветривать, потому что вирусы, по сути, передаются, если воздушно-капельным, это в макроте, в сунне и так далее. Самая главная задача здесь. Здесь ребенка научиться чихать в платок, сморкаться, комнату проветривать. Там, где воздух застоявшийся, где тепло и хорошо, вирусы без проблем себе размножаются и разносятся также по всей квартире. Это как бы вот самый важный момент. С бактериями немножко по-другому. Бактерии живут везде, поэтому основа как бы и медицинской грамотности, это вообще основа гигиены. Мойте руки перед едой, мойте там после того, что потрогали там и так далее. Вот это как бы основное. Вы перечислили симптомы, с которыми каждый родитель сталкивался не по одному разу. Можно ли бороться с ними самостоятельно? Насморк, да? Говорят, если лечить, то неделю, а если не лечить, то семь дней. Вот что делать? Или сразу к доктору. Ну, безусловно, при возникновении какой-либо проблемы со здоровьем ребенка важен возраст и когда эта проблема возникла. То есть, если история в первый раз, неважно какой возраст, потому что кто-то там в три года первый раз болеет, и для родителей это шок, потому что он за три года не сталкивался с такой проблемой. Безусловно, любая вновь возникшая проблема – это повод обратиться на консультацию к педиатру. Соответственно, мы решаем все вопросы. Тактику лечения, тактику ведения, какая динамика может быть, то есть варианты прогноза исхода. Если родитель ответственный, воспринимает информацию хорошо, всему быстро учится, то последующая любая другая вирусная инфекция, если она может быть с небольшой температурой или с небольшими катаральными явлениями, и родитель понимает основные принципы лечения, они очень простые, то в течение двух-трех дней он может самостоятельно обходиться без наблюдения, без помощи педиатра. Но здесь очень важно, насколько родитель понимает степень своей ответственности и насколько у него морально железные нервы, потому что большинство – паника. Необоснованная, ничем не подкрепленная, но паника. Поэтому начинаем, говорю, вот это хождение по кругу. Из недели в неделю повторяем, повторяем, повторяем. А лечение вирусной инфекции достаточно простое, то есть не требуется никаких непротивовирусных препаратов, никаких сложных технических манипуляций. То есть как раньше лечились, я не назову это народными методами, но это основные принципы. Обильное питье, про которое практически все, 99% забывают. Кто знает, но не считает это важным. Очень часто жалоба, как говорится, пишешь рекомендации, еще что-то, и потом приходишь с динамикой и спрашиваешь, как дела? Вот нам, у нас все плохо, у нас ничего не помогает. Типа, а что вы делали? А ничего не делали, вы нам ничего не назначили. Я говорю, я назначила тот, и тот, и тот. А это развлечение? Ну, то есть самый простой вопрос, что не делаем самого важного, самого главного, и считают, что это не главное. То есть если ребенка обильно отпаивать, создавать влажный воздух, соответственно, сухой и теплый, он всегда усугубляет течение катаральных явлений и усугубляет и насморк, и кашель, и все остальное. Обильное питье, влажный, теплый или прохладный воздух и, соответственно, адекватная окружающая среда. И это тот максимум, который, в принципе, делает свое дело. Если ребенку, опять же, не мешать поправляться и болеть, так, как это придумано природой. Но большинство нервы сдают. И сразу начинается в попу свечу, в нос капли. И чтобы он наверняка. Ну, то есть я большинство родителей задаю вопрос, что вы хотите от этих препаратов, для чего их даете? Он говорит, неспокойней. То есть она, ребенка, простите меня, пичкает ненужными лекарственными средствами, просто потому что ей будет легче. Это неправильная постановка вопроса. Тем самым мы не делаем лучше ребенку. То есть мы как бы себя успокаиваем. То же самое, что диабетику постоянно есть сахар и сладкое. Хотя он знает, что нельзя, но вот им так легче. То есть вот это вот такое состояние. Поэтому объясняю, говорю, многие от этого уходят сами. Кто-то понимает, кто-то учится в себе вот эту вот выработку и терпение. Ну, вот некоторых приходится просто буквально там сутки за сутками консультировать, контролировать. Отвечать на любой запрос, но тогда они понимают и не видят, что ребенок самостоятельно поправляется. То есть важная задача мамы – адекватно оценивать его состояние и обеспечивать вот эти необходимые условия. И тогда в следующий раз она будет спокойна, что она делает все правильно и нет необходимости в лишних препаратах, соответственно, в лишних манипуляциях. А что касается кашля, его можно также лечить самостоятельно? Или все-таки с кашлем лучше сходить к доктору, чтобы доктор послушал? Кашель – это такая достаточно специфическая проблема, потому что причин у кашля много, и большинство – это несерьезная проблема. Но понять, что это несерьезная проблема, безусловно, можно при осмотре врача. Потому что нюансов и вопросов, которые надо задать маме, на которых получить ответ, соответственно, осмотр ребенка, безусловно, в этом поможет. Поэтому заочно лечить как-то кашель или лечить его без назначения рекомендации осмотра врача – это неправильно. То есть как-то если сопли, температура, там вот это общее, можно какое-то время, мы смотрим за динамикой. То, соответственно, с кашлем лучше обращаться не через неделю, когда он возник, а, соответственно, по мере появления жалоб. Ну, с кашлем у нас была такая же это. Мы писали пост, как бы объявление, хотите ли услышать лекцию, как вылечить кашель самостоятельно. Очень молода, да-да-да-да-да. В итоге здесь всегда ответ – никак. Потому что кашель может быть… Ну, как бы кашель – это, опять же, симптом болезни, но чаще это урви. Кашель может возникать из-за инфекции верхних дыхательных путей, может быть, нижних дыхательных путей. Обычно, если это кашель из-за инфекции верхних дыхательных путей, ну, у нас родители как? Есть три варианта действия – или народная медицина, или аптека, ну, и третий вариант – это сразу сажать ингалятор. Сейчас у всех есть ингаляторы. Всё. Если это кашель вызванной инфекцией верхних дыхательных путей, то кашель происходит из-за того, что затекает мокрота. Если мы делаем ингаляцию, вот эти частички из ингалятора пролетают, они достаются до самых маленьких, ну, как бы частей лёгкого. С собой захватывают инфекцию из верхних дыхательных путей, мы её заносим вниз. Раз. Если мы бежим в аптеку, мы обычно советуемся с аптекарем, что есть получше от кашля. Да, аптекарю обычно виднее. Да, что есть там получше от кашля. Ну, советуют обычные, ну, и даёт чего-то. Здесь мы добиваемся того, что мы только раздражаем желудок ребёнку. Ну, как бы… Плюс нагрузка. Да. С народной медициной тоже, потому что понятно, что и травы там… От картошечки подышать. Да. Что-то подсушивает слизистую, что-то раздражает слизистую. Не дай бог, у ребёнка ещё, как бы, склонность к развитию, как бы, аллергических каких-то реакций. Тут народную медицину и травки, как бы, желательно убирать. Поэтому, если есть кашель, надо обращаться к доктору обязательно. А какие ещё есть показания к немедленному обращению к врачу? Какие ещё симптомы, кроме кашля? Ну, говорю, впервые что-то возникшая какая-то ситуация, любые сыпи, потому что сыпи – это реакция и проявление тоже, опять же, разных состояний. Ну, сложно сказать, любой жизнеугрожающее состояние ребёнка. Да, для любой вопрос у мамы возник, если она не знает на него ответ, лучше не искать в интернете и не спрашивать у соседей. А, соответственно, пришли, мы решили вместе с ребёнком, оценивая вместе его состояние и те жалобы, которые у мамы вызывают. Потому что очень часто ещё надо, чтобы это была жалоба у мамы, потому что очень часто приходят, говорю, здравствуйте, какие у вас жалобы? И начинается, бабушка увидела, там, соседей увидели, врач послал, там, или ещё кто-то, а мне сестра позвонила. Я говорю, мамины жалобы, ваши жалобы, у вас есть жалобы? Она говорит, нет. Ну, вот эти вопросы меня интересуют. Вот я говорю, ну, окей, это уже другая, то есть это другая постановка вопроса. И тогда мы начинаем уже, глядя на ребёнка, решать вот эти все вопросы. Кто что заметил, с чем это может быть связано. То есть, опять же, не могут определить, чья проблема это. Со стороны или всё-таки это действительно мамины? Какие-то замечания. Поэтому, если у мамы есть запрос, есть сомнения, неважно, чьи они, то желательно, чтобы она пришла и решила этот вопрос педиатр. Ну, слава богу, что заболеваемость ещё у нас не на очень высоком уровне, но впереди сезон гриппа. И как подготовиться к этому сезону, давайте посмотрим. Внимание на экран. Виктор ведёт здоровый образ жизни. Недавно он увлёкся скандинавской ходьбой. И теперь пять раз в неделю по три часа прогуливается с палками. За день нахаживает около десяти километров. Вопрос, делать прививку от гриппа или нет, перед мужчиной не стоял. Но, впрочем, как и перед другими жителями Одинцова, которые выстроились в очередь на вакцинацию у мобильного ФАПа, расположившегося на центральной площади. Чтобы не заболеть, потому что чувствуется иногда зимой. А так, вроде бы, нормально всё. Но это у вас не первый опыт, правильно? Нет, не первый опыт. Я не помню, третий или четвёртый, но, в общем, делаю. Раньше помогало? Помогает. Не заболеваю. Возраст, наверное, пришёл уже. Болеть не хочется. Каждый год делаю. Почему решили делать прививки? Ну, чтобы не заболеть. Помогает, работает прививка? Да, я считаю, что она работает. Медики не устают напоминать, вакцинация от гриппа по-прежнему самый эффективный способ профилактики этого заболевания. Подумать о своём иммунитете лучше всего в начале осени. Период вакцинации начинается в сентябре-октябре. И когда мы подходим уже к концу января, к февралю, что начинается повышенная заболеваемость гриппа, иммунитет уже сформирован, и люди не болеют. Нередко можно услышать жалобы, мол, сразу после прививки пришлось взять больничный. Введение вакцины вызвало болезнь. Медики уверены, это просто совпадение. И не более того. Многие делают вакцины где-нибудь в конце ноября, через неделю заболевают, говорят, мы заболели из-за прививки гриппом. На самом деле это не так. Потому что, во-первых, иммунитет не выработался. Во-вторых, есть очень много факторов, которые на это влияют. Дети посещают общественные места, посещают садики. Поэтому это сверху может наслоиться и другие заболевания. Понятно, что когда мы ввели вакцину, мы ввели рекомбинантные сейчас вакцины все, во-первых. Это значит то, что сама вакцина не может вызвать грипп. После введения вакцины возможны местная реакция и легкое ухудшение самочувствия. Эти побочные эффекты быстро проходят, чего не скажешь о самом гриппе. Активная стадия заболевания может продолжаться до пяти дней. Нередко у больных возникают осложнения, которые могут закончиться и летальным исходом. В прошлом году в России от гриппа умерло более 400 человек. И это самый низкий показатель за последние несколько лет. Добиться такого результата удалось благодаря вакцинации. Прививка – это самый эффективный способ профилактики сезонного заболевания, но не единственный. Прогулки на свежем воздухе помогут укрепить иммунитет как взрослому, так и часто болеющему ребенку. Советы завести этому ребенку собаку, чтобы он с ней чаще гулял, больше проводил времени на воздухе, и тогда он болеть не будет. Опять же, проветривание, закаливание. При этом с приемом витаминов врачи настоятельно рекомендуют быть аккуратными. На иммунную систему они значительного влияния не окажут. А от приема различных феронов лучше и вовсе отказаться. Иммунная система – это защитные клеточки. Витамины здесь не помогут. А профилактический прием препаратов, таких как интерферонового ряда и так далее, ну, совершенно против. Потому что у нас, конечно, на каждый чих уже у ребенка свеча в попе. Такого быть не должно. Потому что, во-первых, препараты должны строго назначаться доктором после осмотра. И опять же, интерфероны у них в период полувыведения около 12 часов. Поэтому для профилактических целей они совершенно непригодны. Почаще гулять, пореже находиться в душных помещениях и, конечно, прививка от гриппа. Эти нехитрые правила укрепят иммунитет и помогут получить от осенне-зимнего сезона только положительные эмоции. В прямом эфире телекомпания Одинцова, программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорим об основах медицинской грамотности. Времени у нас, к сожалению, осталось очень мало. Может быть, как-то подытожим то, что сейчас прозвучало в сюжете. Надо ли делать прививку и как еще себя уберечь от гриппа? Ну, во-первых, если сказать про прививку, прививка – это единственный, давно доказанный способ прямой профилактики заболевания. Это есть. Это не только касается гриппа, это и других заболеваний, от которых делаем прививки. Это раз. Во-вторых, прививка от гриппа сама по себе не защищает от гриппа. Но человек может заболеть гриппом, но, во-первых, он перенесет его в легкой форме. Это раз. И, во-вторых, не будет никаких осложнений. Это уже доказано, что у привитых в 100% случаев нет осложнений гриппа. А чего мы всегда боимся, если человек заболевает гриппом – это осложнение. Потому что из этих осложнений очень тяжело человека вытащить. Это как бы основной момент. Основной момент, наверное, итог, ну, вот как Юля, наверное, сказала, это главное – не мешать детям расти. Это есть такое. И самое главное – заниматься не лечением, а профилактикой. Профилактика – это лучшее лечение, давно доказанное. Поэтому если предупреждать какие-то болезни, соответственно, не надо было с ними потом бороться. Все просто. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Нашли время из Ершова до Одинцова. Ехать немало. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Будьте здоровы, не болейте. До новых встреч на канале ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok